Бич-общество Мальдорор Цитата Лёли Не знаешь, что такое Мальдорор? Загугли, а? Привет, зритель! Короче, в общем, зашла я сегодня в пятёрку в поисках одной вещи, которую надо было не мне, но её не было. В итоге увидела кучу родных фруктов и накупила. Передо мной в кассе та самая злополучная пятёрка, где могут нахабить. Ну вот, что-то я на свою беду сама знала, на шо иду и зашла. Не, карту мне там опечатали, значит, это всё вроде как ништяк, но был такой маленький прикол. Передо мной, значит, в очереди один в один вот в этой кассе две женщины. И вот ей дают, одной из них дают пакетик, она берёт его, и он рвётся вот прямо при ней. Я помню, у меня что-то подобное было в каком-то магазине, может быть, даже в пятёрке в другом месте, может быть, в магните, может ещё что-то, пакетик обычно заменяют. Может быть, сейчас какие-то другие правила, и пакетики не заменяют. Ну и женщины так, типа, вот, пакетик порвался, что же делать? Она, я могу вам ещё один пробить, а не, а вы не можете его заменить? Ну как бы он у вас прорвался, вот ты его так открыла, или что с ним сделаешь, он порвался. Она, нет, не могу. Типа того, что пять рублей. Ну и они в итоге решают, что лучше это в сумку, что у них вполне хватает сумка, и в сумке надёжнее, потому что пакетики рвётся. После чего женщина берёт какую-то вещь, ну это кассирша, там какой-то лоток с чем-то, говорит, вот вы сами рвёте этими краями острыми у этого лотка этот пакетик. Ну, допустим, конечно, она не виновата, не она делает эти пакетики для пятёрки, которые хреновые, и тут же рвутся. Покупатель не виноват, что производитель какого-то там лотка делает острые края, и пакетик рвётся. Но как-то, я не знаю, 9 мая, они её слегка старше, они, конечно, не воевали, вряд ли были фронтовыми трудовиками, как, допустим, моя бабушка, мой дедушка и ещё куча всяких родственников, и не только у меня, да, тех, кто родился, ну, мы с подругой сегодня посчитали до 32-го года включительно. Потому что те люди тоже могли слегка и повоевать, и потрудиться. Вот бабушкиной средней сестры муж, он вообще 9 лет впахивал на благо нации, как раз вот во время войны. Ну и, в общем, никакого уважения. Дальше, значит, иду я. Вот в чём у меня с пакетиком стало. Он сам как-то порвался вообще, не знаю, как, что он порвался, я обнаружила, выходя из маршрутки. Обзор, значит, да. Ну, я купила два манго. Там причём какие-то манго было по 270 с чем-то, значит, и манго по 259. И мне внезапно попался, у нас пошёл дождь. Надеюсь, там не в сторону окна, потому что у меня там обезьяны, но потом, в крайнем случае, сейчас обозрю и закрою это окно. Короче, мне попался манго по 259. Два манго зелёные, мягкие, зрелые. Я где-то уже покупала манго, оно было такое мягкое, зрелое, зелёное. Оно по вкусу было как земляничка с чем-то. Ну, ёлка из сахара мне отдавала совершенно. И вот у меня лежит манго совершенно другое, которое я когда-то покупала, там две штуки было, вот одно. Но в холодильнике оно ждёт, когда же его, в общем, я очищу и заделаю. И вот эти две. Я, наверное, сначала то заделаю, а потом эти два. И снова я туда. Потому что у меня там полностью окно открыто. И хоть там яблони слегка загораживает, так вот тут же уже уселся на этот дужик впыриваться. Но там сидят обезьяны. У меня там лежит коробка, стоит коробка с другим пылесосом основным. Хотя я последний год, как сюда переехала, я юзаю мелкий пылесос ручной из Дикси, когда-то там покупала с подружкой Сьюпинка. Короче, и в общем сейчас закрыла. Ну, вот манго. У меня даже чек тут. Чек, значит, пакет пятёрочка, пять рублей ровно. Манго у меня вышли на 645 грамм, 167 рублей, 69 копеек. Да, вот 259,99 без копейки. Почти 260 без копейки за килограмм. Я купила себе два банана. Там были бананы с вязкой за килограмм по 64 с чем-то. И были за 69 с чем-то на развес. Вот они были слегка такие желто-зелёные. А я вообще изначально очень любила, до недавнего времени, вот в последние месяца три, как я полюбила и обычные бананы. Ну, в смысле, которые обычные люди едят. Вот эти зрелые, перезрелые, полузрелые. Раньше очень любила вот эти зелёные бананы, пресные такие. В общем, вот, купила я что-то с бананов. Но так и в последнее время, вот уже 2 марта, апреля, да, вот уже третий месяц, как я делаю фруктовые пюрешки, то, по большей части, я тут как-то очень хотела есть. Готового ничего не было, у меня были бананы. Я так хомячила банан, думаю, блин, как давно я фрукты без никто не ела. Чисто в отдельном виде, не в пюрешном состоянии. Ну, в общем, купила эти два банана. У меня там ещё два есть. Но эти вот так полежат. Может, как-нибудь чисто куплю себе бананов, буду есть бананы без пюре. Бананы у нас 69,99. 370 грамм, выше на 25,90. Я купила себе салфетки, потому что у меня как бы есть салфетки из Ашана, но они вот уже, вот у них вот эта фигня почти вся отсобачилась. Салфетки там ещё как бы влажные, но не настолько. Ну, короче, просто в сумку салфетки там планили, выйти салфетки нужны. Куда-нибудь поедет, на велике, допустим. Раньше такие покупала, то ли, плюс влажные салфетки, зелёный чай 20 штук. Ничего-то у нас 11,99. В общем, вот салфетки. По-моему, это марка Пятёрковская. Было 2 фигни по скидке. Я как-то одну такую покупала, уже и делала себе с рисовой или бобовой лапши, уж не помню. Вот это вот, один в один уже, можно сказать, повтораю. Три фиш, три рыбы, коктейли из морепродуктов Мастер. Тут у нас, в общем, кальмар двух видов. Один похож на осьминога, может быть, это осьминога есть. И мидия. Где она тут у нас? Так, мелко написано. Да, ещё пальца кальмара. Два разных кальмара, короче, по ходу дела. И мидии. Масло подсолнечное. В общем, вот, такое вот. Завтра, наверное, сделаю. Хотя, моя ближняя родственница считает, что если я забыла поесть, а уже поздно, то надо всё равно поесть. Хотя, тут два дня подряд, наверное, уже третий пошёл. У меня бывает такое, что если я после восьми поем, то мне с утра так хреново на животе, на желудке, буквально. Будто вот у меня кошки унитаз устроили в моём организме. Так, тут у нас тоже три рыбы, три фиши, три рыба. Мидии в масле. Потому что фиш, это масло, должно быть на конце, если множество, значит, было, насколько я помню. Тоже 150 грамм. И сейчас скажу, по чём это счастье. В общем, 49,99. Каждая. Вообще, когда я шла домой, я очень хотела чего-нибудь горяченького, но мне попалась моя подруга. Мы зашли к ней. Типа мы пить чаю, а потом она внезапно, как обычно, всё-то стала есть готовить и решила, что мы с ней должны ещё и поесть. Так что, в принципе, моё желание сбылось. Сначала я покажу. Вот это я оставлю на потом, на самый конец. Окончание ролика. Тут киви. Короче, три штуки. У меня просто что-то я тут думаю. Думала без киви сделать, но всё-таки решила, раз уж я зашла. Того, что мне надо. Точнее, того, что надо было. Они мне попросили меня купить. Не было. А тут куча всяких фруктов. Думаю, куплю фруктов. К тому же, я благодаря фруктам стала меньше есть мяса. И у меня как-то даже не падает сам обморок от того, что я меньше стала мяса есть. Так, у нас тут, где оно у нас? Киви. 119,99. 220 грамм, 26,40. 26 рублей, 40 копеек. Три киви. Яблоко. Одна штука. Где у нас тут яблоко? Яблоки Golden. 99,99. Грубо говоря, 100 рублей без копейки. 185 грамм яблока. 18 рублей 50 копеек. Вот такое вот яблоко у нас. Я забыла, что я без велика хотела сначала взять вот этот пакетик. Там килограмм яблок, да, всякого разного. Потом думаю, оля, у нас тут столько пакетов. Нам это на себе перить. А мой, если что, дойду до местного магазина и куплю. Если у них, бывают у нас иногда эти яблоки. Этим самым. Ну, сразу пакетиком. В общем, вот такая вот эта вот. Вот он там поехал. Мне нечего было резать. Причем я так положила аккуратно вот эту хрень, что она просто не доходила до стенок. Она могла порезать фрукты, но никак не пакет. Сказочный пакет пойдет на мусоропереработку. Учитывая, что вот как они их отрывают. Вот эта фигня должна остаться как бы там. К чему оно прицеплено. То бишь, думаю, просто уже, как бы обычно отрывают и открывают пакетик. А тут так кидают, что вот, ну, с одной стороны уже он может быть уже сломанным, скажем так. Огурцы я две штуки купила, потому что я вообще планировала, приду домой. Может быть, так сейчас и сделаю. Сварю себе рисовую лапшу. У меня там последний рулончик есть. Потом я все-таки себе сделаю этой лапши. Может, уже когда летом делаю, потому что у меня, в принципе, пока есть, что есть. Прям еще бобовая лапша есть. Ну, что за смысл. Это вот рисовые лапши, короче, сварю, потру огурчиком, мельчу чесночечко, масло там какого-нибудь растительного зафигачу и все это посолю. И вот, несчастье, даже, может быть, вот с этими мидиями смешаю. В общем, огурцы две штуки. Где они у нас тут? Огурцы, коротко, плотные. Один килограмм, сто пятьдесят девять, девяносто девять. Короче, сто шестьдесят без копейки. Ровно сто грамм два огурца. Шестнадцать рублей. Мне вот что-то сейчас так захотелось взять весы и свесить. И яблоко, и огурцы. Ну, как это вот. Потому что, да, сыр. Груши. Значит, груши лежали в коробочке, где рядом, за соседней коробочкой, лежали груши с киви. И была бумажечка такая, китайская груша. Но я представляю, как выглядит китайская груша. Это явно не китайская груша. У нее розовый бок. У каждой груши. Она, конечно, похожа на грушу форель, но, по-моему, это не груша форель, потому что у нее немножко другая форма. Мне их пробили как груша желтая. Килограмм 121 рубля 99 копеек. Короче, 122 рубля без копейки. Вышли у меня это груша желтая. Зеленая с красным боком при этом. На 680 грамм и на 82 рубля 95 копеек. Там была какая-то иная груша. Она стоила слегка дешевле, что-то около 100 с чем-то. И шла как бы по скидке. И меня на кассе спрашивают кассирша, это что за груша? Не, я понимаю, у тебя огромный ассортимент. Ты не в состоянии это все запомнить. Но если ты не в состоянии все это запомнить, то держи у себя на кассе картинку овощей и фруктов, которые ты продаешь. Или тех вещей, на которые ты знаешь, что не можешь определить с первого взгляда, что это. Я говорю, я не знаю, объясняю ей, что вот там и там. Меня не слушают. Она спрашивает у какой-то другой продавщицы. Разлетая ей перебивают, еще одна подходит и говорит. И знаете, вот вообще, я не понимаю, 9 мая. За что воевали наши деды? Вот за этих людей? Ну, если вот сейчас принято на 9 мая, мы с поругой еще сегодня офигевали. Я еще в Инстаграм там фотку выложила, просто поржать чистым. Мне прикалывают, когда люди вообще как-то к войне, никаким местом в этой Великой Отечественной не относятся. Родились намного позже или вообще где-нибудь там в 2001-2002. Помним! Вот у меня дальше амат идет мысленный. Что вы, блин, помните, а? Машка у меня еще сегодня прикалывалась. Говорит, типа, это... Мне, говорит, еще прикалывают. Можем повторить. Она говорит, эти дебилы вообще что собираются повторять? Короче, я не знаю, если уж на тему там наши деды воевали за славное будущее своих, типа, внуков, правнуков, потомков. Вот это я вообще считаю тупо биомусор. Такой маленький, вонюченький биомусор. Честно, вот при мне, баба говорит другой бабе и мне, с таким наездом, будто я уверяю, что я другую какую-то грушу покупала или еще что-то, учитывая, что меня даже не слышали и не слушали, что вот я говорю, вот том-то, том-то, я говорю, брала в одном ящике. Говорю, рядом лежала китайская груша и написано было на бумажечке такой вашей бейджике китайская груша. Ну, может, им какой-то опознавательный знак дадутся, они вспомнят, что там у них лежит, с какой грушей рядом лежала китайская груша. Мне говорят, в наглую пырись на меня так, я треугольничек прям такой, ну, они сами себя прокляли, треугольник. Символ меня, символ инферносферата и символ вообще-то орфизма, ё-моё. Короче, треугольник. Ровный такой треугольник, ё-моё. Ой, да пробей ей, значит, мне сначала, типа, мы вообще вам можем сейчас желтую грушу пробить, она намного дороже, чем та, которую вы брали, которую вообще по ценнику и как она вот называется, ну, как там её называют, допустим, зеленая груша с красным боком и желтая груша. Вот мы вам сейчас пробьём эту желтую грушу и будете знать, и она дороже вам выйдет. Нам, пофиг, пробей ей желтую грушу. Тебе-то чё, хоть ты дешевле пробьёшь эту грушу, хоть ты дороже пробьёшь эту грушу. Я так стою, думаю, это значит, вы какую накрутку делаете, что вы можете, опять у меня мат в голове прокрутился, обмануть покупателя, нахапать себе чего-то там, вписать другую цену, вообще, и у вас даже минуса с кассы не пойдёт с вашего учёта. Я в таком афиге смотрю на них и думаю, ну, может, они всё-таки честные бабы? Может, они ценят свою работу, ценят покупателей? Я специально думаю, обозрю, обзор сделаю, если она меня, я опять подумала матом, обманет. Вот, значит, они так между собой ржут, пробивают меня, ой, у вас есть наша карта, вот берёт карту, всё, и дальше идёт так вот, будто бы она честная продавщица, будто бы она мне пробила именно ту грушу, которую я купила, а не жёлтую грушу. Я прихожу, значит, беру свои вещи из ящичка, там 16 номер, 4 такой, собираю, значит, из корзыночки, точнее, ну, корзыночки у меня не было, вот, собрала вот этот пакетик, собираю, значит, всё, что у меня там есть, выбираю кошелёк, смотрю на этот чек, смотрю. Жёлтая груша! Вот я вам сейчас её покажу. Охренеть, какая жёлтая груша! Вот она уже зрелая, выбирала самые мягкие. То бишь, она тупо уже не пожелтеет. Ну, не пожелтеет она вообще никак, она уже зрелая. Может быть, она жёлтая, когда она зелёная? Ну, в смысле, не зрела. Но вот она, жёлтая груша, охренеть, жёлтая. Раз, жёлтая груша! Я-то как бы не обедняю. Это ещё не успела покраснеть. Тоже жёлтая груша. Ещё одна жёлтая груша с кратным боком. И вот, тоже офигеть, какая жёлтая груша. Не покрасневшая, но очень жёлтая. В общем, пятёрка. Праздник Великой Победы в Отечественной войне, в Офатай. В Великой Отечественной войне 1941-1945. 1974 год, вроде как, этой победе. Если мне память не изменяет, я ещё не сцентик видела. Деды, люди воевали за то, чтобы в магазине их потомки в наглую обманывали очкариков. Чё бы сказать-то, я не знаю. Ну, честно, вот, мне даже, вот, мне как-то, с одной стороны, охреневало сначала с наглостью людей, с другой стороны, тупо смешно стало. В общем, пожелаем же им почитать про арфизм. Хотя они меня не увидят, до них не дойдёт. Как, говорит, моя подруга, меня тут как-то накололи на денежку. Небольшое, но неприятно. Не смертельно, но тупо неприятно. И как мне подружка одна сказала, говорит, ну, с ними, вот это те, говорит, люди, с которыми вот что-то случается, их жизнь стабильно нагибает, они стабильно не понимают. За что с нами такое? За что? За что? За что? И вот до тех пор, пока не поймут, будут обманывать людей. А их жизнь будут нагибать. Но я думаю, такие вот, она считает, что такие люди не понимают. За что? Я тоже так считаю. Потому что у меня было несколько подруг таких вот, в кавычках, которые мне всякие гадости делали из-под тишка, по-тихому. Одна даже потом, ну, призналась, что вот одна поняла, за что её там это сверху затопили соседи. Ну, типа, она, наверное, потому что я вот тебе такие гадости делала. Но та одна была. Но они по большей части делали гадости, а потом, ой, мы бедные, несчастные, за что же с нами такие проблемы? Мы же такие хорошие, мы же всем добро делаем. Просто так это обманывая направо и налево. В общем, вот такой обзор фруктов из пятёрки. Есть очень хорошая, отличная пятёрка, где база выдачи озона. Вообще мне очень нравится, там такие вежливые. Есть очень хорошая пятёрка на гражданской, там очень тоже вежливые. Там тебе скажут, сколько баллов на этой чёртовой карте пятёрковой. А есть вот, видимо, от перемены обслуживания 95%, наверное, там, из всех вот этих обслуживаний. Такие вот, и 5% нормальных. Суть пятёрки не меняется. Всем спасибо за просмотр. Не знаю даже, чего вам пожелать, наверное, адекватных продавцов, которые помнят весь свой ассентимент или хотя бы примерно представляют. И всем пока!